Всем добрый день, меня зовут Анна, я администратор профиля MySensurium И сегодня мы проведем прямой эфир с Татьяной Васильковой на тему самостоятельности детей Сейчас я подключу Татьяну, а вы, пожалуйста, напишите мне, как видно меня, как слышно, все ли хорошо Сейчас, секундочку, Татьяну подключаем Напомню тему эфира Что это самостоятельность деток Татьяна поделится инструментами Так, сейчас Татьяну найдем Будем рады видеть от вас обратную связь Отлично, пишут, что все хорошо видно, пожалуйста, напишите Я представлюсь еще раз, меня зовут Анна Я администратор профиля и чаще всего вам как раз отвечаю на сообщения в директе Пишу посты, буду рада со всеми познакомиться Можете пока написать, от какого вы города Чтобы нам было интересно видеть географию стран разных Так, так, сейчас Татьяна еще пока не подключилась Всем добрый день, вот Татьяна увидела я ее Подключает соединение Пожалуйста, кто еще не отписался, как видно Привет, да, Татьяна, здравствуйте 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 Я попросила написать географию городу Интересно узнать Вот, давайте я вас представлю Татьяна у нас психолог с огромным стажем, 20-летним И у меня сразу вопрос, сколько же вам лет? Вы же так холодно выглядите Мне 39 лет и свою психологическую карьеру я начала с 19 Так же, как и свой бизнес Это сеть школ раннего развития Я эксперт по раннему и дошкольному образованию детей от года до 7 лет У вас богатый опыт Вот, я пока предлагаю пока нашим слушателям взять блокнотик и ручку Мне кажется, что будет какая-то информация, которую точно нужно будет записать Потому что тема эфира очень интересная Сегодня поговорим про самостоятельные детки Кто же такие самостоятельные детки? Есть ли они, бывают ли они вообще? Вот, какие-то наши советы, лайфхаки Вы сказали, что поделитесь с нами какой-то важной информацией Ну, можно, я думаю, начинать? Благодарю, спасибо большое, Анюта Очень так тепло и нежно ты все рассказала Прямо это, я тут так расслабилась, слушая тебя Привет! У нас тут, я думаю, в основном девочки, да? Парней не так много Вижу тех, кто... Да, вы знаете, по опыту у нас очень часто Папы тоже слушают Я вижу, тоже пишут и комментарии И в розыгрышах даже наших участвуют Поэтому бывает, но, конечно, больше часть, да Девушек там Супер! Парни, если вы здесь есть, то это, конечно, прям преклоняюсь Перед вашей любовью к детям, что вы готовы развиваться в этом Да, улучшать себя, делаю улучшение для себя Я очень рада тем, кого вижу впервые Я листаю как раз ваши комментарии Кто присоединился Рада всем, кто... Кто мои и кто не пропускает Мне кажется, чем уже не один эфир И даже когда я повторяю, все равно смотрят и смотрят Да, мы сегодня с вами пройдемся по самостоятельности ребенка Я обещаю, что максимум, что смогу сегодня Иногда у меня очень быстрый темп, но это из большого желания Речи темп, чтобы вы, ну, сказать и успеть больше Если... Как мы будем с вами работать? У вас, если возник вопрос, вы его можете задать И при первой возможности я на него отвечу Если получится ситуация, что ваш вопрос оказался незамеченным, да, и неосвещенным Пожалуйста, не надо обижаться Они забыли обо мне, не увидели мой вопрос, негодяйки Пожалуйста, напишите мне этот вопрос в Директ Или любой другой, который у вас возникнет после эфира Или, может быть, вообще когда-то в вашей жизни У меня есть слабость Я отвечаю на все вопросы, которые мне прилетают в Директ Лично и очень часто голосом Я не могу лечь спать, пока я не отвечу на все вопросы в Директ Абсолютно бесплатно Это для тех, кто хочет всегда уточнить Второй момент Какие-то вещи, которые я сегодня буду говорить Будут очень резко многими приняты На уровне Ааа, что она говорит? Меня вообще по-другому воспитывали, дура Ты не психолог, где тебя учили? По поводу учили У меня два диплома красных Один педагогическое образование Второй психологическое Есть еще третий юридический, тоже красный Но для вас, наверное, более интересно узнать Что есть педагогическое и психологическое образование Если вам что-то будет нетипично слушать То у меня нет идеи, чтобы вы жили по указке Я не ваша мама Делай так, по-другому никак Было ли бы вам интересно сегодня Просто расширить свою картину мира Она есть у каждого, своя И получить туда новые инструменты Это как ящичек, знаете, есть у мужчин для инструментов Или как у вас на кухне У вас много всяких ложек, поварежек Чем вы готовите Но это не значит, что вы этим пользуетесь каждый день Может быть, вы никогда даже не пользовались Просто знаете, если я буду готовить вот это То у меня, например, там суши Есть специальное там блюдо для суши Но когда нужно будет, тогда воспользуйтесь То же самое здесь Для воспитания ребенка нужны инструменты Эти инструменты я даю на своих курсах для родителей Есть онлайн-формат, есть живой формат Я веду в разных городах России и не только России Онлайн-формат называется Марафон, навигатор для родителей Если вы захотите узнать все инструменты под ключ Какие вообще есть в природе для родителей Вы сможете получить это там Всегда интересно услышать иное мнение Супер, ты открыта, да, к тому, чтобы, Юлечка, чтобы что-то узнавать А решаете вы вот этим местом Всегда родитель знает интуитивно, что нужно его ребенку Это необъяснимо ничем У родителя с ребенком есть своя связь Есть свое поле И если вы придете к доктору, который вам скажет Вашему ребенку нужна операция Или вашему ребенку нужно пить такое-то лекарство И вы почувствуете тревогу Очень часто родители говорят нет Они не могут это объяснить почему Они просто чувствуют, что не надо А потом думают, господи, как же вот кто мне подсказал Что не надо было это делать, оно само прошло Или мы потом узнали другое мнение Оказывается, было по-другому Хотя вам точно говорили, что у вас 33 проблемы И надо было поступать именно так Возвращаемся к теме самостоятельности Я хочу вам задать вопрос Я очень много общаюсь с аудиторией Вы мне можете писать Вопрос такой С какого возраста вам кажется Что ребенок должен быть самостоятельным без родителей И напишите мне цифру С какого возраста, я повторю Вам кажется, не торопитесь, прикиньте Что, ну, вот с этого возраста Ребенок должен быть самостоятельным И напишите Я поясню, что такое быть самостоятельным Потому что не всем понятно Давайте договоримся по понятиям Самостоятельный ребенок тогда, когда он может сам о себе позаботиться Он сам зарабатывает Он сам решает вопросы с жильем Ему не нужны деньги родителей Он сам находит себе работу Он сам решает вопросы с жильем, с питанием, с одеждой По сути, родители у него остаются как Поболтать, погулять, что-то обсудить Дать ребенка посидеть с родителем То есть больше эмоционально-душевная связь родителей Но не из выживания Вот с какого возраста вам кажется И мы этот момент с вами обсудим Спасибо Спасибо, что пишете И смотрите Не бойтесь писать Очень часто есть ответ у участника эфира Ну страшно написать А вдруг у меня неправильный ответ Ой Я прям чувствую, что я в кого-то попала Выдыхаем девочки, про кого я сейчас это сказала Это, конечно, из-за страха совершить ошибку Из-за определенных ваших взаимоотношений с мамой и с папой Я не ваша мама, повторюсь Пожалуйста, пишите У вас нет неправильных ответов Все ответы правильные И вы всегда имеете право поменять свое мнение Это тоже про самостоятельность Способны ли вы сейчас самостоятельно написать цифру Вашего личного ответа Не боясь, что вам скажут, что ты плохая девочка Понимаете, куда я веду в тему нашего эфира Или кто-то настолько себя не чувствует самостоятельным Что он не может найти ответ И самостоятельно его элементарно написать Супер Спасибо вам огромное за ваши комментарии Даю продолжение Как бы я сформулировала, обобщая все, что вы сказали Самое позднее Вот прям самая поздняя граница После которой ребенок железно должен быть самостоятельным Это 21 год С 21 года ребенок должен жить без родителей Находить возможность для своей самореализации Для своего заработка Достаточного для его Как минимум жизнеобеспечения Квартира, питание, какие-то одежда Хотелки, мечты, машины Он делает все сам Родитель может ему давать всякие разные плюшки Когда хочет Но это не должно быть как средством и смыслом забрать у родителей А так все, что родители дают, да, с благодарностью мы принимаем Можно раньше То есть вот ранней границы Их, ну, сильно нет В 15 он это сделает В 16 Действительно, кто написал 13 лет Есть дети, которые в 13 лет могут себя сами полностью обеспечивать Я позавчера общалась с девочкой Я, видимо, завтра выложу у себя на аккаунте интервью Девочке 13 лет Она уже 2 года работает Ее заработок 30 тысяч рублей в месяц Она рассказывает, каким образом она это зарабатывает У нее есть своя клиентура Где она ее находит Ну, прям все в интервью с девчоночкой Там буквально 4 минуты она все это рассказала И в этом случае она явно может позаботиться о себе сама И решить вопросы с жильем и так далее Но самая большая граница 21 год Что важно Если кто-то из вас сейчас живет с родителями И вам старше 21 года Просто вы сейчас можете себе сказать Я не самостоятельная Или мой муж не самостоятельный Если вы живете с его родителями Подыхаем Я не сепарировалась еще То есть мы еще продолжаем жить в состоянии маленькой девочки Может ли женщина или мужчина Которые не сепарировались от родителей Я знаю точно у вас 33 причины Почему вы это не сделали Мне даже не надо о них рассказывать Просто фактом и последствием этого Является ваше совместное проживание И когда мы не сепарировались от родителей И остались в состоянии маленького ребенка Может ли такой человек построить успешно свою семью И успешно воспитать детей И быть сильной Это тоже про самостоятельность Поехали дальше Многие вещи, которые вы сегодня будете слышать Они будут, знаете, на уровне Что-то новое какое-то вошло в голову Но еще нет этому оценки И нет анализа этого И не страшно После эфира вы будете доживать это И придете к своим собственным выводам Переспать нужно с информацией Да, чтобы она нашла Точно Если для кого-то будут вопросы Опять же пишите мне в директ Если надо, возьмете консультацию Мы с вами проработаем какие-то вещи Если там сугубо... Ну, если долгая история Когда короткая история, я сразу отвечаю А когда долгая история Ну, например, мне сегодня мама одна пишет Тоже про самостоятельность Ребенку 10 лет Он требует, чтобы он спал только со мной Куда мне смотреть? И я говорю, это большой вопрос Тебе нам нужно минимум час Чтобы я поняла Потому что то, что он хочет спать с тобой Это же тоже про несамостоятельность Это лишь фантик Надо понять, что внутри Например, первый вопрос, который я задам На консультации Что с его папой? Чтобы прийти спать к маме Должно быть свободным место Либо она бы формулировала Что он хочет спать с нами, с мужем Но этого не было в ее слова Понимаете? И вот этот клубочек Нужно разматывать от этой ниточки Супер Следующий у меня вопрос Готовы ли вы к тому На него можно не отвечать Просто подумайте Чтобы ваш ребенок был самостоятельным Действительно ли вы к этому готовы? Что такое он самостоятельный? Вы ему не нужны для решения его проблем Готовы ли вы настолько позволить ему Быть независимым от вас И оторваться от вас Разрезать эту пуповину Вот кто живет до сих пор с родителями Пуповина эмоциональная, не разрезана Мы постоянно что-то как-то присоединяемся К мамочке, к ее сиське, к ее ноге, к ее полю Мы не можем от этого оторваться И родитель Сейчас такую фразу вам скажу Он А Ребенок специально создает проблемы Часто Для того, чтобы иметь связь с родителем Потому что по другим поводам Родитель с ним не общается Например, когда у ребенка все хорошо Он не приходит к нему Знаете, как иногда дома Мама с мужем болтают на кухне Ой, что-то тихо там у них Ну это, пусть не будем к ним ходить А то их оторвем от дела Давай еще поболтаем на кухне И для того, чтобы мама пришла Если там особенно есть брат или сестра Надо устроить драку с криками Чтобы привлечь к себе родителей Или Родители часто Стараются создать ребенку проблемы Бессознательно Чтобы им было, что для ребенка решать Потому что у родителей есть внутри понимание Что только при решении проблем Он нужен ребенку И у родителей возникает большой страх А вдруг я буду не нужен ребенку Вот он вырастет И я останусь одинокой И тот, кто не готов к этому Он будет привязывать к себе ребенка Всеми способами Как? Решать за него все проблемы Не воспитывая его самостоятельно Поэтому нам сейчас главное понять Каждому, где вы находитесь И насколько вы готовы Отдать решение проблем Самому ребенку Чтобы он от вас был независим И это не будет означать Что вы его потеряете Это у родителей картина Если ребенок все решает сам Я ему не нужна Мне нужно точно оставить что-то Чтобы он был от меня зависим Я тебе не дам денег Как раньше в фильмах В сериалах Если ты сын Не сделаешь вот это Я лишу тебя всего наследства То есть ему надо Каким-то образом коммуницировать Потому что они научились по-другому На своих онлайн и живых курсах Например, вот на марафоне Навигатор для родителей Который 1 октября стартует Я рассказываю А что другое может быть связью Между мамой и ребенком Или папой и ребенком Что кроме проблем Общения И вот эти все инструменты Какое общение? Многие родители не понимают О чем разговаривать с ребенком Нет общих тем Приходят Даже поговорить не о чем Молчат Или там, например Ребенку не интересны дела мамы А маме не интересны Дурацкие игры ребенка И все И вакуум начинается Вот есть определенные методы Которые передаю Их там больше 200, наверное За курс Вот онлайн идет 42 дня А живой идет 3 дня И они не заменяют друг другу Это онлайн Это как начальная школа А живой курс Это как академия Окей Вы сейчас себя нашли Да, хотя бы готовы Вы не готовы К тому, чтобы ваш ребенок Был самостоятельный А теперь давайте Я дам первый конкретный шаг Я очень люблю Мне очень нравится Давать конкретные шаги Которые Сразу Вы можете применить Уже сегодня Причем этот шаг Для детей от ноля Ну и до 21 года максимум Что говоришь? Я говорю записываю Записываю Сначала я задам вопрос Вы можете на него ответить Хотите письменно в комментариях Хотите про себя Вопрос такой О чем это говорит? Родители часто решают Что ребенок Что ребенок их собственность Как рука Это моя рука Я сама решаю Как быть Да? И управляют рукой Как захотят Но рука Это неодушевленная Это действительно Часть твоего тела А ребенок А ребенок это отдельная Личность И если вы не спрашиваете его Можно ли тебя обнять Да? Можно ли тебя поцеловать Независимо от возраста Даже с нуля Внутри себя можно спросить Сейчас я могу его поцеловать? Сейчас я могу его обнять? Это я не нарушил ли я его границу? То тогда ребенок Живет с пониманием Всю жизнь Что его тело Ему Не принадлежит А какой самостоятельности Ребенка Ответственности За свою жизнь За свои поступки За своих детей За свои результаты Может быть и речь Если его тело Принадлежит Всю жизнь Его маме Даже если ему 50 Как правильно? Да? Многие там спросят А как по-другому? Да, спрашивают Каждый раз нужно Ведь некоторые детки Там, например, до трех лет Они, в принципе, еще Некоторые не разговаривают Как вот правильно Это жить? Да, сейчас расскажу Я вам идею общую подала Хорошо, спасибо, что пишете Спасибо, что общаетесь Как правильно? Когда вы понимаете Что вы хотите обнять ребенка Вы для себя поймите Кто этого хочет? Это мама хочет Это не ребенок Потому что если ребенок хочет Что ребенок прибежит Вот так с руками К маме И это вообще Высший пилотаж объятий Хорошо, когда ребенок Бежит к маме А не мама к ребенку Когда ребенок Бежит к маме Мама, обними меня Или просто прибегает Обняться за шейку И хватает Или на ручки Мама, на ручки Это значит Его потребность В объятиях мама И он хочет получить Светов максимум три Целуетесь Если у вас очень доверительные Такие разговоры И папа жив То возможно вам не хватает Мужской энергии И так как ваш мужчина Не справляется И не закрывает Все ваши потребности Как женщины То тогда женщина Начинает это сосать У ребенка Хорошо это понять Как мы работаем Например на моих Обучающих программах По трем Правило трех П Это называется Понять Принять И поменять Сейчас слушая меня Кто-то из вас скажет Полный бред Ну мы уже с вами Об этом говорили Не буду дальше А кто-то скажет Ого И у вас прямо Это отзовется Щелкнет Татьяна Татьяна у нас Скоропала Да вот как раз Как раз комментарий Что всегда казалось Что это так естественно Обнять ребенка Даже не думала Сейчас я вам расскажу Подождите Дайте досказать Вы пока идите Я же не закончила еще Вот тот кто пишет Да Но спасибо что вы комментируете Да И вы свои мысли Выкладываете еще Сейчас ждет финал Итак Понять Ого Это моя проблема Да Мне не хватает папы Я качаю сына Потом принять Просто разрешить себе Да У меня так Не надо говорить Ой я плохая Почему это со мной так Просто пойми Да Сейчас у тебя так А дальше желание поменять Вопрос на что менять Как менять Для этого вы работаете Со специалистом Со мной Или с кем-то из моих коллег Пожалуйста Как правильно Обнимать ребенка Даже если это хотите Вы сделать Это нормально Потому что возможно Вы хотите Потому что действительно Вы хотите подарить Любовь ребенку У вас хорошее настроение Вы хотите его потискать Нехорошо Топать к тому Кто больше Не может Большой Великий человек Топать к тому Кто ниже По статусу У вас два разных статуса Мама большая А ребенок маленький И если будет наоборот Вы будете идти к ребенку Вы поменяетесь статусами Маленькая мама Будет идти к большому ребенку Потом ребенок Весив ножки Будет вами управлять Будет вами руководить Он будет нарушать Ваши границы И он будет Все время Самоутверждаться На вашем фоне Делая вам больно Обидно Находя обидные слова Для мамы В конфликтах Потому что он будет понимать Что раз моя мама слабая То я слабый Но я хочу себя Почувствовать сильнее Поэтому мне надо Рассказать Какая мама плохая И на ее фоне Возвыситься Вы представляете Какой каламбур И так живет Большинство людей Которые претензии Говорят своим родителям Которые их оскорбляют Которые кричат На своих родителей При конфликтах Это все потому Что однажды мама Бегала к ребенку С объятиями Пригласите Еще пример приведу Вот у нас здесь Могут быть разные религии Но вот если человек Верит в какого-то Бога Или в какую-то внешнюю силу Или даже верит в науку Во что-то большое И громадное Что нами управляет Законы, например, физики То сам верующий Идет к этому Сам верующий Идет в храм К Богу В одну В течение Да, религиозное Или в другое Но веру Бог не приходит К человеку Человек приходит К Богу Потому что Он великий Как раньше В племенах Даже в языческих Жертвах Приношения Приносили Богу А не Бог Приходил и говорил Дайте ко мне Тут что-нибудь Да Вот Чтобы я тут Вам Сделал Хорошо А почему я Сравниваю с Богом Потому что Мама и папа Для ребенка Это Бог Они же Создатели Нет других Вариантов Физически Создали Мама и папа Это не противоречит Ни одной религии Когда мама и папа Великие для ребенка Как создатели Которых он Почитает Уважает И если все круто Еще и любит Поэтому хорошо Обниматься так Рассказываю алгоритм Первое Посмотрите на ребенка Готов ли он К объятиям Соединитесь С ним взглядом Он уже увидит Что вы к нему С любовью Можно любовь Передавать глазами Знаете Иногда Парень с девушкой Друг друга не знают Или мужчина-женщина Но где-то в баре Или там в транспорте Встретились И даже они потом Не увидят Друг друга Но как-то так Взглядами Что-то промелькнуло Что потеплело на душе И они ушли в разные стороны Вот прям как в кино И у вас у каждой Точно была хоть раз Такая-какая-нибудь ситуация Может быть даже Не с парнем Даже с другой женщиной Вдруг раз Понравились друг другу И разошлись Она что-то про вас Подумала Вы что-то про нее Почувствовали То же самое здесь Вы можете передавать Ребенку любовь На расстоянии Глазами соединились Либо потом Ребенок к вам прибежит Либо вы можете Даже молча Протянуть ручки И он к вам бежит И топает Если он вас не понял Или не прочувствовал Вы можете сказать Слушай, беги ко мне Я тебя так хочу обнять И ждите Когда ребенок К вам придет То же самое Если вы хотите Обнять своих родителей Вы к ним идете Обниматься Не надо ждать Когда они вам Ручки протянут Потому что их Немножко по-другому Воспитывали Если ребенок Важное Отвернется Не побежит И не захочет Выдыхается Многие мамы В этот момент Начинают обижаться То что Не хочешь Не хочешь меня Обнимать Ты не хочешь Меня целовать Если ребенок Не самостоятельный Вы будете его Вслух корить За это Если ребенок Самостоятельный И понимает Что моему телу Сейчас не хочется Объять И не важно Почему И он имеет право Принимать решение За свое тело И вы это Уважаете И тогда Вы скажете А, ты сейчас Не хочешь Хорошо Когда будешь готов Я буду рада Тебя обнять И ушли Без претензий Друг к другу Многие мамы Которые заменяют Ребенком Кого-то Переносят на него И они так реагируют Как будто Их папа не принял Если это мальчик Или как будто Мама не приняла Если девочка А мама не может Не принять Мама принимает Всегда Даже если она Супер обиженная И ребенок К ней пришел Обниматься Мама, прости Я там плохо себя вел И если мама Говорит Уйди от меня Это катастрофа В любом состоянии В больном В кривом Калейки Пьяная Злая Всегда Мама принимает Ребенка Потому что Он сделал Первый шаг Осознанно И пришел А если мама Начинает его Футболить Иди от меня Вот это катастрофа Это отношения Я вам сейчас покажу Ой, где мне Листик найти Вот Ну представьте Вот этот листик Это ваше отношение Вот вы И вот ваш ребенок И не важно Что у вас тут Произошло Какой конфликт Но отношения есть Пусть вы Ругаетесь Пусть вы Еще что-то Но главное Что они есть Самое ужасное отношение Когда идет Игнор И если Вы тут Поругались И вы сказали Ребенку До свидания Я с тобой Не буду Разговаривать То начинают Отношения Рваться И трескаться И потом Ни один скотч Не сможет Исцелить то Что уже Однажды было Между вами Если ребенок К вам прибежал Супер Если не прибежал То потом И вы можете Всегда сказать Слушай Мне вот Что-то тут Так грустно Стало Так одиноко Давай пообнимаемся Но это будет Осознанное объятие Разрешите Ребенку Самому решать За свое тело Кого Когда и с кем Обниматься Супер Эта тема Вроде бы у нас С вами закрыта То есть Это никак не противоречит Тому что было Вы чуть-чуть меняете Первое Вы смотрите на ребенка Соединяетесь взглядом Вы его сами Приглашаете И если он не идет Вы просто знаете Супер Я зато Узнала Не нарушила границы Ребенка Я хорошая мама Потому что я не стала Его Физически В ненужный момент Обнимать Что происходит с детьми Которых мамы Обнимают В ненужный момент Они начинают Вырываться Они начинают Выпрыгивать Потому что Мама нарушила Границы Что происходит с вами Когда вас обнимают Без вашего ведома Мама Папа Мужчина Или какие-нибудь Знакомые Вот я например Кто ко мне приходит Лично на курсы Я со всеми обнимаюсь Но как Либо я вижу Когда Ко мне сам Человек уже бежит Из дальнего угла Обняться Либо я его приглашаю Руками Вижу что он готов И я его обнимаю Что важно В общении с другими людьми Например Приезжает бабушка Или вы пришли К бабушке в гости Просто это самая частая ситуация Бабушка конечно же Нарушает все границы Ребенка Начинает Я повторюсь Если ребенок Не отвечает за свое тело Он не может больше отвечать Ни за что Он не может быть самостоятельным Поэтому мы с вами сегодня Прорабатываем Прям первую Первую ступеньку Если бабушка Обнимает ребенка Или кто-то Из ваших знакомых Типа я такой хороший Я сейчас обниму Твоего ребенка А ребенок вырывается Еще бабушки Часто в этот момент Говорят Вот Ты ему обо мне Хорошо не говоришь Он меня не любит Ты редко Его ко мне привозишь Он меня забыл уже Ну вот эти Вот все истории А ребенок Уже не знает Куда деться Из этих объятий У мамы может быть две реакции Хорошая мама И нехорошая мама Даже не так Мама поддерживающая И мама не поддерживающая Мама всегда хорошая Неправильная Сказала Некорректно Если мама не поддерживает То ребенок понимает Что он вообще одинок Мама становится в этот момент Заодно с бабушкой Это у них прям полк Армия Против ребенка И ребенок себя чувствует Вдвойне одиноким Здесь Он хочет уйти И от бабушки Которая его нарушила Граница И от мамы Которая Не поддержала его Как правильно Себя вести Ни в коем случае Не перевоспитывать бабушку Это неблагодарное дело Потому что перевоспитывает Тот кто больше А вы всегда Маленькая Вы всегда Маленькая Для родителей своих Или для родителей Своего мужа Родители всегда Великие Даже если это Родители вашего мужа Поэтому учить Ни в коем случае Вы можете В этот момент Соединиться Глазами с ребенком И просто Внутри себя Говорить Я вижу Тебе неприятно Ваш взгляд Поддержит Ребенка Я вижу Тебе больно Вы понимаете Мама Пользуется Тремя Факторами Успеха Мамы Мозг Сознание Чувство И тело И в этот момент Вы не можете Ему ничего сказать Потому что у вас Есть бабушка Которая услышит И тогда вы встанете В оппозицию Против бабушки Вы не можете Разорвать Вы не можете Его обнять Это тоже будет Оппозиция Войной С бабушкой Но вы можете Быть на уровне Чувств И глазами Ребенок Я за тебя Потом вы можете С ним пообщаться Но ребенку будет легче Он увидит Что мама поддерживает Понимает Эфир конечно Хотя бы где-то На суточке Сохранит А сутан Да-да-да Женечка Не переживай И когда Уже ребенок Будет один на один С вами Вы можете С ним проговорить О чувствах Дело в том Что мама С детьми Вообще не общаются Про чувства Мама разговаривает С детьми Про дела Делай вот это Садись вот так Чисти зубы Мы работаем Только со знанием Ребенка Потом ребенок Не счастлив Потому что Его тело Ему не принадлежит Он не умеет Работать с чувствами Он не умеет Работать с собственным телом Как вы можете Начать учить Ребенка Разбираться Управлять Своими чувствами Спросить его Я заметила Что когда тебя Бабушка Обнимала Тебе было Неприятно Правильно ли я Это увидела И послушайте Что скажет Вам ваш ребенок И вы говорите И вы говорите Что бабушка Очень тебя любит И она не умеет Любить по-другому Поэтому она Это показывает Так как может И я вижу Что тебе Это неприятно И дальше Вы не обсуждаете Бабушку Вы как бы Ее поддержали Что она любит По-другому Не умеет И вы ребенка Поддержали И дальше Вы говорите Следующую фразу Я готова Всегда Спрашивать Тебя Когда я могу Могу ли я Тебя обнять И если тебе Не захочется Ты всегда можешь Мне сказать Мама Не сейчас Подходит ли тебе Это Можете Пересматривать Эфир И записывать Все эти скрипты И вы увидите Как ребенок Выдохнет Что его Мнение Спросили Он значим Его тело Принадлежит Ему Что его Уважают Вот таким образом Ребенок Находит место В своей жизни Например Смотрите Как бы Как я работаю Я рассказываю Мамам И папам Скрипты Диалогов Основанных На чувствах И на теле Потому что Сознание Родителей И так знает Как передать Например Завтра Я буду проводить Вебинар Который называется Как вызвать У ребенка Горячее желание Участвовать В домашних делах За два часа эфира Я отдам Конкретные шаги Конкретные скрипты Разговора То есть Текст разговора Как поговорить С ним так Чтобы он Делал С желанием С удовольствием Мыл Подметал Убирал И чтобы для него Это не было Наказанием Это будут Все диалоги Основанные На уважении На На уважении Ребенка Более того Он многие вещи Будет делать Сам Выбирать Сам Что он хочет Но это Большая работа Я вам все дам В скриптах Если кому-то Эта тема Интересна Как научиться С ребенком Разговаривать Так Чтобы В самом начале Эфира Расспрашивали Про то Во сколько лет Можно требовать Уборку комнаты От ребенка Я думаю Что это как раз Вот к этому Вариантам Требовать Ни во сколько Потому что Требовать Это подавить Это наказать Ты что-то должен Ребенок Вам вообще Ничего не должен Абсолютно И если вы правильно Себя с ним будете вести Он будет вам Единственное что делать Это благодарить вас Всю жизнь За жизнь Которую вы ему дали За знания И учения И поэтому Поэтому нужны Новые инструменты Нужны новые слова Кому интересно Пожалуйста Напишите мне в директ Вы еще успеете попасть Эфир завтра В 12 часов по Москве Стоит 500 рублей Билет на него И вы за 2 часа Узнаете Как В принципе Вообще построить Я вам Немножечко Дам такую Подспорье Такое Я Вчера вернулась Из детского лагеря Где было Около 30 детей От 8 До 15 лет Лагерь Образовательный По той программе Которую Я транслирую Это авторы Рудольф Дрейкурс Билл Ридлер И Кэтрин Кполс И Лагерь построен На их методике Как эти знания Которые я вам Сейчас передаю И В чем он заключается Дети находятся Полностью на самообслуживании Они сами Командой Решают Что они будут Завтра есть Они командой Едут в магазин Они знают Сколько продуктов Для какого вида Блюда Им надо Чтобы хватило На 40 человек Они сами готовят Все взрослые Полностью Организовывают Их безопасность Но все остальное Делают дети Они за всеми Накрывают Ну как бы делятся На команду У каждого Своя дежурная команда Они убирают Они готовят Они моют полы Они убирают В своих домиках Где они живут Там этот мусор И так далее И когда мы вчера Делали выпускной Приехали родители То дети первые Что говорили Мама так круто Я здесь дежурил Я на всех готовил еду Я научился мыть посуду Я научился вытирать со стола Я теперь умею мыть полы Для детей Если правильно Их с уважением подойти Они воспринимают это Как награда Яд настолько большой Что мне позволили Помыть за всеми посуду А еще когда они работают В команде У них нет вопроса Почему я Я научилась на вебинаре Как сделать вашу семью командой Если вы не команда У вас будет А почему это я делаю А почему ты брата не просишь Или там сестру И начинается борьба У вас тогда не семья А война Хотите что-то изменить Приходите Послушайте Потому что вы поймете механизм А как только вы поймете механизм Вы сможете и на другие ситуации Его переложить Супер Итак Возвращаемся к самостоятельности ребенка К его телу Оно принадлежит ему Я хочу привести еще один пример Что значит Что тело ребенка принадлежит ему Это очень частая сегодня ситуация Уже для детей лет от шести и старше Мама Я хочу покрасить волосы Или подстричь Или подстричь Да То есть вот длинные были Хочу там подстричь И почему-то у родителей Как-то так срабатывают У них есть идея Что они могут решать за ребенка Как это возникает вообще Если ребенок хочет что-то сделать Со своим телом А родитель считает Праве говорить ему Нет Значит тело ребенка Кому принадлежит Кто решает за ребенка Если родитель Тогда просто вы себе скажите Тело моего ребенка Принадлежит мне И все что связано с моим ребенком Всю жизнь буду решать Только я Тогда вам не нужно ходить на эфиры Про самостоятельность Ребята Это нормально Воспитывать ребенка так Потому что все что хорошо Для вашего ребенка Знаете только вы Но тогда не требуйте От него того Чего вы не дали Как можно требовать Чтобы вас угостили мороженым Если никто не дал Человеку мороженого Как можно требовать Что-то от кого-то Если он этого нигде не получил Это же абсурд Если вы хотите Что-то получить от ребенка Вы сначала ему это дайте Хотите чтобы он был самостоятельным Дайте ему самостоятельность Ребенок воспроизводит Ровно то Чему он научился Иногда родители говорят А почему мой ребенок Ругается матом А почему мой ребенок Никогда не благодарит Например А я говорю А ваш ребенок видит Как вы благодарите Свою маму Как часто Вы при ребенке Говорите Мамулечка Спасибо тебе большое Что ты посидела С моим ребенком Мамулечка Спасибо что ты мне Сейчас вот позвонила Что ты вспомнила Обо мне Позаботилась Если ребенок это видит Он не может Вас не благодарить Но этого не бывает А если ребенок Только видит Мама я уже устала Не звони мне Мама ты мне тут Это что ты ты меня все время учишь, мне уже 40 лет, если ребенок видит эту картину, то никакой благодарности вам, конечно же, не будет. И я вам приведу пример такой. Многие спросят, а как правильно? Он же может покрасить волосы, подстричь, а я вроде как не готова. Я вам приведу свой пример. Моя дочь, ей сейчас 12, в прошлом году ей было 11. Все 11 лет она растила волосы, не разрешала, это было прям когда даже надо было 3 сантиметра или миллиметра подровнять, то она не разрешала. И мы как бы, ну нет, так нет. Когда она говорила, можно, ну вот столечко. Ну мы шли к моему мастеру, она ее ровняла. И вдруг, на 11 году ее жизни, она приходит и говорит, мам, я хочу подстричься. Как правильно, опять же, диалог. Никогда не говорить ребенку нет. Потому что если вы скажете нет на его идею, которая его вдохновляет, на его мечту, то он поймет, что мой родитель мне враг. И тогда будет два пути. Либо он откажется от своей мечты и вообще перестанет чего-то желать или мечтать в жизни. Ко мне многие женщины приходят и говорят, Саня, я уже ничего не хочу. У меня нет мечты. Меня ничто не радует. Просто кто-то уже сказал, что тебе нельзя мечтать, и кто-то вам когда-то в детстве сказал нет. А может быть не в детстве. Или второе. Ребенок будет думать так. А я все равно это сделаю. Я найду способ. На зло, втихую, с обманом. Мой ребенок меня обманывает. Ну, конечно, обманывает. У него вариантов нет. Если ему все время говорят нет, если он слабый, он не будет этого делать. Если он сильный, он еще и поборется. Что такое зло? Это побороться. Побороться с родителем, потому что его не слышат, не понимают. Это не самое ужасное. Самое ужасное, когда ребенок все делает, как хочет родитель. Прямо вот все. Да, пожалуйста, хорошо. Поэтому, что вы можете спросить? Записывайте фразу. Как ты это себе представляешь? Просто вот даже если ваш ребенок вас ошарашил, запомните ключевую фразу. Как ты это себе представляешь? И слушайте, что вам выдаст. Вы как минимум получите информацию. Вы как минимум, у вас есть шанс понять своего ребенка. И он вам что-то расскажет. Да мне моя дочь стала рассказывать. Мам, ну что я все время с длинными волосами? Я хочу короткими. Я поинтересовалась, насколько короткими. То есть хорошо воспитывать ребенка вопросами. Вы ему задаете, он вам отвечает. Плохо воспитывать ребенка директивами. Нет, нельзя, можно, но не больше, чем на 3 сантиметра. И вот это вот опять кто-то решил, и ребенок не самостоятельный. Она говорит, мам, ну я вообще хочу, и показывает мне картинку. Значит, совсем короткие волосы, вот тут еще выбрито. Моя реакция? Ну это моя реакция. Я помолчала, выдохнула. Я понимаю, что я не могу сказать нет, я не могу запретить, потому что это мой ребенок. Мне надо, чтобы она сама решала. Я говорю, доченька, ты знаешь, у тебя очень интересное предложение. Можно мне время? То есть я не говорю нет. Мне нужно время, чтобы, ну, готова ли ты подождать и дать мне это время, когда я привыкну к этой мысли? Она говорит, ну, в принципе, да. Почему нет? Дальше я задавала ребенку вопросы. Представляешь, у тебя определенный вес, ну, волос, если не будет. Ты готова к этому или не готова? А вдруг тебе не понравится в зеркале? Как ты будешь с этим справляться? И ребенок слушал-слушал, и я вижу, что она плавает. И она такая, ну, давай еще подумаем. Она думала, думала. Я говорю, хорошо, окей, давай ты решишь, какие у тебя будут прически. Прям дай мне фотографии. Она копалась, выясняла. Говорю, доченька, у меня одна просьба. Когда мы пойдем встречся, пожалуйста, у моего мастера. Она тебя подстрижет, как ты хочешь, но она все сделает по пропорциям тела, чтобы это не было уродски. Дочь говорит, супер, меня это устраивает. В этом состоянии она находилась два месяца. И когда я увидела, что она тверда, что она действительно этого хочет, что у нее есть ответы на все вопросы, то мы пошли. Я снимала, у меня есть это в ленте, как ей вот эти длинущие волосы ниже попы вот так вот одним срезом срезали. Ей нравилось уже даже это до прически. Потом ей все тут настривали, у нее тут было выбрито. Она во все это поигралась. Сейчас прошел год. И мы были разных цветов. Оранжевые, зеленые, какие мы только не были. Все, что быстро смывается за две недели. Я друг ребенку в этом состоянии? Конечно. Я поддерживаю ребенка как мама? Да. Расскажет она мне о всех своих мечтах и желаниях? Да. Будет ли она мне доверять? Да. Будет ли у нее не реализованная мечта какая-то с детства? Не будет. Что потом, когда она станет самостоятельной, она перекрасится и все остальное пойдет просто... Этот период останется. Либо она его проживет в 11, либо в 18, когда она упорхнет из родительского дома. Зачем? Лучше раньше. Сейчас она себе отращивает волосы. Она хочет, чтобы были длинные. И никакой катастрофы в этом нет. Короткая у меня дочка с длинными ли волосами? С зелеными? Или с натуральными? Я ее люблю в любом виде. По-разному зафаршировано, приготовлено, но у нее нет негатива, нету боли. Поэтому хорошо, когда ребенок принимает решение сам. Спросите, можете ли вы ему позволить в этом. Если нет... Вопрос, да. Вот, если нет, просто еще раз повторюсь, не просите от ребенка того, чтобы он был самостоятельным. Давай вопросики, окей? Да, вопрос вот, что в 3 года тоже решает ребенок. Девочка не хочет расчесываться, говорит, убери у меня волосы. Я не могу ее подстричь нагло. Согласна, что в подростковом возрасте он имеет право решить. А вот как быть в 3 года, да, когда ребенок хочет... Смотрите, тут проблема не в том, что она не хочет расчесываться. Смотрите глубже. Вам ребенок выдает... Ну, здесь я бы порекомендовала, возьми консультацию. У меня очень много вопросов. Благодаря вопросам мы сможем с тобой докопаться до сути. Не бывает такого, что ребенок просто не хочет расчесывать волосы. Бывает такое, что ребенок сам не хочет заплетаться и с удовольствием скажет, «Мама, ты меня заплети». Вот это понятно. А когда ребенок в 3 года не хочет расчесывать волосы, это говорит о том, что что-то было. То есть у ребенка какая-то есть потребность. Она не решена. Например, я предположу, что ребенку в какой-то момент делали больно, когда расчесывали. Она не хочет проживать эту боль, и она просто себя защищает. Ребенок, говоря, не надо меня расчесывать, старается защититься от кого? От мамы. Если она маме говорит, не расчесывай меня. Нужно решить проблему, чтобы ребенок был в безопасности, чтобы не было боли от этого. Или там потребность какая-то другая, которую он не может решить по-другому. Надо выяснить, что это. В 3 года ребенок вполне самостоятельный. Просто, ну, давайте я вам так скажу. У меня 2000 клиентов обучаются в школе раннего развития. Это дети от года. Мы проводим, например, спектакль, в котором участвуют 100 детей. Два раза в год мы это делаем. Когда 100 детей от года до 7 лет показывают спектакль. Причем спектакль на большой профессиональной сцене. Они в течение часа рассказывают нам сказку, поют, танцуют. И на сцену за время этого часа не выходит ни один взрослый. То есть уровень самостоятельности детей высочайший. Никаких слез и плача на сцене с софитами. Поэтому мне рассказывать, что она маленькая, не может мне в 3 года что-то объяснить. Но я в это не верю. Ребенок в 3 года может точно рассказать, что и как. Вопрос, можете ли вы это услышать. Нужно решить проблему, которая стоит за отказом в расчесывании волоса. Когда вы это решите, то у вас будет... Ну, вы просто поможете своему ребенку. Окей. Тут еще был вопрос про татуировку и пирсинг. Но это тоже, наверное, как вот по аналогии с волосами, как вы рассказывали. Тут, наверное, точно такая же схема. Да, только я добавлю. Когда ребенок хочет вообще, в принципе, изменить свою внешность, даже на уровне волос, пирсинга и татуировок, это говорит о том, что он недоволен своим телом, у него низкая самооценка. Надо смотреть в то, как повысить ребенку свою самооценку. И тот ребенок, который принимает свое тело таким, какое оно есть, он не будет ни худеть, ни толстеть, он не будет грыть ногти, он не будет ковырять в носу, он не будет делать пирсинки, он не будет делать татуировки, потому что он на 100% любит свое тело. Ребенок способен полюбить свое тело, когда у него высокая самооценка и прекрасные отношения с обоими родителями, независимо от того, знает он своих родителей или нет, бывают разные ситуации вообще в разводе или нет, просто с этим нужно поработать. Это уже в индивидуальном порядке. Повышайте самооценку. Там вот спрашивали, как попасть на ваш вебинар, который состоится завтра, по поводу домашних дел, вот спрашивали. И еще тоже хотела, вы сейчас вот расскажете, я тоже прокомментирую там. Хорошо. Как попасть на вебинар? Вы мне напишите в директ, хочу на вебинар. Вам моя помощница Лина вышла ссылочку на приобретение билета за 500 рублей и расскажет, на каком аккаунте он будет проходить, он будет в инстаграме проходить. Вы подключите, завтра в 12 я проведу. Причем, если вам неудобно, в 12 будет запись вебинара, вы сможете посмотреть в любое время, там же на аккаунте он будет сохранен. И потом мы делаем индивидуальную ссылочку на YouTube, закрытую, которую вам даем на случай, если вы захотите показать, у вас как бы право делиться подруге, папе, еще кому-то эту ценность. То есть мы, ну, у нас очень широкий такой. Один раз покупаете, и все ваши знакомые по этой ссылочке могут смотреть. И вот еще один комментарий, очень знаком ситуации с дочкой, прорабатывая эмоции, это помогает и мне. В свое время очень помогла серия книг «Умница» про эмоции. Вот я как раз хотела добавить, что также вот у нас есть зеркало эмоций в продаже, это такое зеркало с разными эмоциями. Можно прорабатывать уже с трехлетними детками эмоции, разговаривать про эмоции. Там есть методичка специально. И еще увидела очень хорошие книги у издательства «Миф» тоже на эту тему. Кому интересно, посмотрите. Супер, я добавлю. Это классно работать с эмоциями, потому что вы, когда играете в них, вы хотя бы называете радость, печаль. Потому что когда ко мне приходят взрослые люди, и я спрашиваю, какие бывают чувства, кроме счастья, радости, гнева, злости, ну, пять-шесть мне назовут и точка. Мы не говорим вообще о чувствах. До этого эфира у меня был эфир с другим блогером. Девочка была блогер очень открытая, с Катюшкой. Она стала рассказывать свою историю семейную. И когда я с ней прямо в эфире поработала, дала ей упражнения, я ей говорю, что ты сейчас почувствовала? Я была ее... Она была моей мамой. Я говорю, что ты сейчас как моя мама почувствовала? Она мне говорила все, что угодно. Но она не называла чувства. В ее словарном запасе нет чувств. И она их точно не проживает. Разговаривать, это вот... В наше поколение, наверное, особо про это и не говорили даже. То есть не обсуждали. Я не помню, чтобы со мной родители точно разговаривали по поводу эмоций, что я переживаю. Такого не принято было. Это было не принято. И опять же, почему? Потому что в наше советское время, и до советское, и слегка еще постсоветское, оно все равно еще до сих пор тянется, это советское время. Воспитывали исполнителей. Исполнитель не должен чувствовать. Это как солдат. Солдат не может чувствовать. Если он будет чувствовать, он будет плакать, а не убивать. Хирург не может чувствовать, иначе он будет жалеть клиента, а не лечить клиента, да? Ну, пациента своего. Поэтому для нас было выгодно и ни в одной программе, ни школьной, ни вузовской, нету истории про чувства. И это, конечно же, очень мешает. Потому что тот, кто не умеет чувствовать, он делает дела из надо, а не из хочу. Потому что хочу – это чувство, а надо – это обязанность. И в качестве домашних обязанностей тоже. Нету понятия хочу. И когда он даже достигает что-то, что от него хочет общество или родители, он потом несчастлив. Потому что он это достиг для кого-то. Да, у меня есть клиент, очень тоже я часто о нем рассказываю, очень такой богатый товарищ. У него трое детей, дом на Рублевке, у него одна из крупнейших компаний в России. Мы с ним работаем по поводу алкоголизма. Потому что все, что он сделал, достиг в жизни, не оценили мамы и папы, он себя чувствует сугубо несчастным человеком. Вот чтобы такого не произошло, важно чувствовать. А вообще я хочу этого, а я на эту работу хочу, а я сейчас хочу нянчиться с ребенком или я сейчас не хочу. Вы как мама имеете право не хотеть сейчас быть с вашим ребенком. Потому что это ваше время, это ваша жизнь. Это не значит, что вы должны всю свою жизнь посвятить ребенку. И если это так, вы просто будете решать, что я могу сейчас с этим сделать. С кем сейчас может побыть мой ребенок? Иначе вы жертва. Если вы жертва своего ребенка, тогда он виноват в том, что вы несчастливы. Как живется ребенку, который так или иначе, даже если вы об этом не говорите, чувствует себя виноватым, что он принес столько боли своей маме, из-за него она не может учиться, работать, любить, быть счастливой. Или, например, выйти замуж, потому что с папой не сложилось, и с ребенком ее больше никто не берет. Ну и вот это чувство вины у ребенка потом идет надолго. Окей, у нас там с тобой пару минуточек, да, осталось. Вот еще, у ребенка должно быть право выбора, но подсказать, что хорошо, что плохо обязанность родителей. Дети-несерняки сами не вырастут. Смотрите, да, действительно так. Я всегда говорю такую фразу, хорошо, когда мама и папа, это энциклопедия. То есть родители могут рассказывать, как устроен мир. Они могут делиться своим личным опытом, чтобы у ребенка была информация. Как сегодня, я поделилась с вами своими знаниями, но решение, как действовать и воспитывать вашего ребенка, за кем? За вами. Ответственность на ком? На вас. И самостоятельно, кто будет поступать? Вы. Поэтому вы ребенку говорите всю информацию, а потом говорите, ты вправе поступить так, как ты считаешь нужным с этой информацией. И если он сделал выбор поддержать его, я поддержу тебя в любом случае. Но это как родители, которые считают, если ребенок будет убийцей, геем, наркоманом или еще кем-то, я от него откажусь. Это правда так? Или мы все-таки любим ребенка, безусловно, со всеми любыми последствиями его жизни? Да, вот еще про вебинар, который у вас будет завтра, спрашиваю девушка. Будет ли повтор? Не может она присутствовать? Повтора не будет, будет запись. Ты можешь его приобрести и просто посмотреть его в записи. Завтра же или послезавтра мы даем запись всегда вот вечную. Либо на самом аккаунте, либо когда мы с аккаунта убираем, потому что я на нем только у меня аккаунт, где я провожу все вебинары. И когда подходит время следующего вебинара, мы убираем, но мы тогда в этом случае всем участникам присылаем ссылку на YouTube, потому что, ну, как я уже заметила, вебинары смотрят по два, по три раза многие мамы, как-то, чтобы лучше запомнить, интересно, энергетику забрать. Вот, полезно очень. Да, еще там был вопрос, тоже про вебинар, которого завтра про домашние дела. Будет ли он полезен для мужа, если на мужа это распространяется, ваши советы, или только будут домашние дела с точки зрения, ну, детей, да, рассматриваться? Мы возьмем всю семью с вами, ребята, мы не берем отдельно по лагерям, мы берем всю семью целиком, и папа там тоже будет принимать огромное решение, участие, потому что семья – это команда. Мы будем говорить о том, как построить вам вашу семейную команду и объединить ее в том, чтобы каждый внес свой вклад в домашние обязанности. Это как ваше семейное дело. Дело домашних дел, это ваше семейное дело. У каждого есть своя обязанность. Ой, я пропала. Куда там дальше вопрос? Чем чревато, если родители не проявляют чувства друг к другу при ребенке? Муж считает, что это плохо. Ну, вы приносите очень много боли ребенку, потому что ему будет казаться, что у мамы с папой проблема. Для ребенка самое большое счастье это видеть родителей вместе, которые держатся хотя бы за ручку. А еще у ребенка будут проблемы в сексуальном плане. Это, посмотрите, у меня есть вебинар «Пробуждение сексуальности». Тоже можете написать мне в директе, я вам расскажу там четыре части о том, что на самом деле, чтобы что-то делать в жизни, нужна сексуальная энергия. Сексуальная – это не в плане прошлости, а в плане принадлежности себя к какому-то полу. Ваш ребенок тогда не будет понимать, а эта энергия, ну, за счет того, что я чувствую свою классную женскую энергию, ну, вот, я не знаю, вы это чувствуете, вот от меня идет, вот прет, да, вот я вот общаюсь с людьми, да, я тоже слышу, вот, от тебя твою нежность, а это твое сексуальное предназначение, да, тоже. И у нас с тобой идет обмен энергиями. Если этого обмена энергии нет в семье, об этом не знает ребенок, и он не сможет потом, ну, ему ничего будет не хотеться делать, у него не будет энергии вставать утром по утрам, делать домашние дела, чтобы ребенок сделал свои домашние дела, он должен себя сексуально чувствовать, как мальчик, или как девочку. Ну, это большая тема, я тут как-то только коротко... Да, Татьяна, я, наверное, тогда сохраняю эфир, потому что у меня сейчас уже заряд садится, в принципе, я посмотрела, ваши вопросы ответили, чтобы у нас все сохранилось, я тогда заканчиваю. Спасибо вам огромное и сохраняю вебинар, чтобы все остальные могли тоже его еще раз посмотреть. Да, благодарю тебя большое, всем пока-пока, до встречи в другой раз. До свидания.